Играю на жахматной планете с тем же соперником. Снова белыми. Вот этот вот интересный вариант с B5. Пойду к коне А3, покажемся. Черные научились бороться уже с этим ходом, но... Это не повод, чтобы прекращать его применять. Черные могут пойти B4, могут пойти Bc, могут пойти Е5. Очень много разных ходов. Но B4, людей, которые первый раз встречаются с этой позицией, наиболее часто встречающаяся реакция. D4. Знаю, что движку очень нравится с QNF D4. То есть обычный трансмен пользует черт. Но здесь, видимо, идея там же белый B3 поставит. И черт им будет не так легко раскрутиться. Если честно, по-человечески это выглядит не очень... Не совсем очевидно, но... Компьютер очень нравится. Фикс B7, F3. А, ну да, ну А5, ну это, вверх, сдается пункт B5. Наверное, туда я зайду сразу. От 00 просто сыграю А, Б, заберу и сыграю СНФ4, или сыграю СНФ4 сразу. Вот я не знаю, как лучше на самом деле. Наверное, все-таки забрать. Забрать и СНФ4. Да, ну может быть я бы сейчас продешевил. Белые хорошо расположены фигуры, но непонятно куда особо давить. И король на Ж2 вот мне не очень нравится. Д5. Д5 это интересно. Могу ли я пойти кунь C7? Наверное, могу. Просто есть вход ферзь А2. Там у меня на СД конь Д5. Конь Д5, ЕД. Ну, все, по-человечески. Все, на ВС-ТРС, а изолятор. Другое дело, что все фигуры активны. Сыграю на ВС-ТРС-Б7. Что на СД? Кунь А5, вроде бы, нет. Ну да, просто берет. А, идея в том, что у меня тяжело будет убрать коня с С7. Видимо, такая идея. Ну, он явно выберется хоть как-то. Да, правда, поле Б5 для него тоже не самое сказочное. Интересно сыграл мой оппонент. Кунь А5, исход и на СНС-5. Д6, нет, это нет там. Значит, надо как-то подразвиваться. Может быть, Ферзе-1 вообще. Выглядит подозрительно, конечно. Давайте попробуем Ферзе-1. Немножко черного коня на Ф6 привязывать к месту, потому что там будет Кунь А5. Хочу Ладю на С1 поставить. Любопытно, Кунь С5 сыграно. Кунь А5, исход, снова есть. Там, видимо, СД8, что ли, задумано. Ну, да. Не буду с этим связываться. Пойдет у Ладю на С1. Теперь же Кунь А5 грозит всерьез. Правда, я довольно аккуратно подставился всеми фигурами под вилку с Б3. Если сейчас моего коня с Д4 совьет, то будет очень печально. Кунь Д7. На Кунь А5 слон Ф6 есть. В этом черном сыно хотят пойти слон Ф6. Попробую Ферзь А5. На слон Ф6, видимо, Ферзь Б5. Или Кунь Б5. Не знаю, как лучше. У черных хуже структура, но вряд ли это может что-то давать. Потому что вся игра завязана на фигуры. Фигуры у черных расположены отлично. Ну, пойду, Кунь Б5. Теперь хотя бы слона, есть поля, может, варианты должны на Д6 зайти. Да, Ладь А8. Могу ли я взять пешку, интересно? Ну, могу. Давайте попробуем. Приятно, что опасно вставать под все вскрытые удары, но пешку тоже хочется съесть. Да, сразу убираю Ферзя, разумеется. Негоже его держать долго под таким сильным давлением. Надо хочу пойти Б4. Взбивая черного коня. Слон Ф6, все равно исходит Б4, скорее всего, да? Да, попробую Б4. Вот, конечно, корона на Ж2 напрягает, но, может быть, ничего страшного и нет. Отравнялся по времени. Редчайший случай для моих партий под запись. Очень уже много роликов, в которых я просто роняю флаг. Даже не знаю, выкладывать ли их. Все. Я не очень понял входов ФСБ-5, потому что вроде как висят две фигуры. Что чертом делать, непонятно. На самом деле, видимо, безнадежно. Ну да, спироник сдается. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...